Я помню, как слышал новости, были открыты новые Евангелия. Или, вау, возможно, ученые знали об этом раньше, об этом говорят все больше и больше. Евангелие от Фомы. Вау, оно кое-что говорит нам об Иисусе. Оу, в нем сохранились высказывания Иисуса, о которых мы не знали. Вау, оно дает нам совершенно иной взгляд на христианство и Новый Завет. Может быть, это настоящая Евангелие. А другие Евангелия от Матфея, Марка, Луки, так называемые синаптические, от Иоанна, вот-вот. Может быть, ранняя церковь все скрыла, а теперь у нас есть настоящая информация. Конечно, мы знаем, что Фома был одним из апостолов. В известной 20 главе Евангелия от Иоанна, после того, как Иисус воскрес из мертвых и явился ученикам, сказано в стихах 24 и 25, Фома же, один из 12, и называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Поэтому он назван Фомой неверующим. Когда Господь убился, им он воскликнул в Иоанна 20, 28, «Господь мой и Бог мой». И согласно церковной традиции, он умер как мученик, принеся Евангелие в Индию. Некоторые говорят, что он был пронзен копьем, другие говорят, что он был забит камнями на смерть. Но индийские христиане ведут свою родословную от Фомы мученики. Потому что он, возможно, был Фомой неверующим на определенное время, но это Фома, который положил свою жизнь за Евангелие. Так, почему же у нас нет его Евангелия в Библии? Потому что это не его Евангелие. Это писания из Накхамади в Египте, которые называются гностическими писаниями. Они датируются периодом на 100 и даже 200 лет позже, чем писания Нового Завета и Евангелия. Их никогда не было у Первой Церкви, у первых верующих. У них никогда не было Матфея, Марка, Луки и затем Фомы. Это те Евангелия, которые читались в их собраниях. Это пришло позже, а не было раньше. Это не так, что от Матфея, Марка, Луки и Анна появились позже, а от Фомы это оригинально, совершенно наоборот. Причина, по которой у Евангелия и Фомы не было конкуренции среди ранних текстов на роль одного из Евангелий заключается в том, что оно еще не было написано. Оно более позднее. Оно отражает гностическое христианство, которое является смесью, основанной на религии гностиков, распространенное среди как евреев, так и христиан в ранние века очень сильно. Возможно, что Евангелие от Фомы сохранило некоторые настоящие высказывания Иисуса. И вы можете узнать это только на основании сравнения со словами Иисуса, которые сохранились в Библии и учении Нового Завета. И проверить, согласуются ли они. Иначе мы признаем, что это еретические описания, как книга Мормона. Другими словами, еретическое описание, еретическая группа, которая должна быть отвергнута. КОНЕЦ